Привет! Что читаете? Сегодня дежурно по чтению я, Азиатова Гузалия. В этом выпуске я вам расскажу о книге «Я другая» автора Андрея Кузечкина. Андрей Кузечкин писатель из Нижнего Новгорода. Он закончил филологический факультет и неоднократно номинировался на премию «Дебют». Литературным творчеством он занялся в 11 лет. Тогда же, в 1993 году, вышла его первая публикация в газете «Борская правда». Своими учителями в литературе он считает Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Владимира Сорокина. Кузечкин интересуется проблемами и внутренним миром личности. Также еще одна тема – человек и музыка. Писатель пишет песни, сам же их исполняет, играет на харпе. Сам о себе Андрей говорит так. Я пишу и слегка музицирую. В литературе предпочитаю большие формы. Мою позицию можно сформулировать так. Меня интересует не общество, а отдельная личность, ее проблемы, внутренний мир. Вторая немаловажная тема – человек и музыка. Роман «Я другая» – это молодежный триллер, динамичный, раскрывающий характеры персонажей и погружающий читателя в мир, о котором многие даже не подозревали. Мир, существующий в нашем мире, который пытаются многие игнорировать. «Лена, познакомься. Это твоя новая сестричка». И Лен еле сдержалась, чтобы не ответить, как в старом анекдоте. Не такая уж она и новая. Хмур смотрела она на эту 15-летнюю блондиночку, избегавшую прямых взглядов и смущенно улыбавшуюся. «Ее зовут Юля», сообщила нарядная и счастливая в предвкушении скорой свадьбы мама. «Она будет жить в комнате Оксаны». Оксана. При одном упоминании этого имени Елен стиснула зубы. Сколько лет она ненавидела свою старшую сестру и как рада была, когда Оксана наконец вышла замуж и свалила из дома. Счастье оказалось недолгим. Сестра, которая жила теперь на всем готовом, спасибо муженьку, исполнила давнюю мечту и устроилась работать учительницей английского языка в элитную гимназию. Ту самую, где училась Елен. Теперь вот приходится наблюдать ежедневно, как все мальчишки пялятся вслед Оксане, жадно пожирая взглядом ее длинные ноги, а потом спрашивают «Ленок, а правда она тебе родная сестра?» «Родная, родная, не сомневайтесь». Елена у себя в твиттере даже завела рубрику «Тысяча способов истребить родную сестру». За раз писала по 3-4 новых метода, например, обездвижить и кормить, пока не лопнет, обмазать клеем и обсыпать пшеном, чтобы куры заклевали насмерть, пропитать мышьяком обои в ее комнате, пусть дышит испарениями, натравить голодного медведя. А иногда вместе с этими способами помещала и фотку с иллюстрацией, если находила в интернете что-нибудь похожее. Редкие фолловеры писали «Элен, ты маньячка?» Ну да, а кто спорит? В 4 годика у Елены начался жестокий период, как называла его мама. Девочка старательно выковыривала глаза куклам, сжигала плюшевых медведей, протыкала иглами фотографии знаменитых акрисов в журналах. Мама очень боялась, что Елена однажды перейдет на живых зверушек или чего доброго на сверстников. Но дочурка оказалась не настолько сумасшедшей. К 7 годам она переключилась на компьютерные игры. Разумеется, жестокие. А еще она дралась с мальчишками. Первой никогда не начинала, но если ее задевали, била со всей силы по болевым точкам. Маму вечно кудахту считал стуху, Елен слегка презирала, в том числе из-за любвеобильности и уверенности в собственной неотразимости. Хотя многие от нее впрямь были без ума. Вот нового мужа в дом притащила, а с ним новую сестру. Придется как-то жить с этим. Мама вышла из комнаты, оставив свежеиспеченных сестер наедине. Значит так, Юленька, очень любезным тоном произнесла Елен, решив говорить начистоту. Запомни правило. Компьютер в большой комнате мой, его можешь трогать только когда меня нет дома. И не смей лезть в мою папку, она и так и называется. Елен, узнаю, что ты там копалась, убью. Елен вспомнила, что папка запоролена, запнулась на секунду, но тут же продолжила. Если захочешь слушать какую-то свою музыку, слушай в наушниках. Друзей и подружек в дом водить только с моего разрешения. Это пока все. Если еще что-то вспомню, скажу. Ясно? Бедная Юля испуганно кивнула. На том и кончился разговор. К чести Елен, она никогда не лазила в комнату к Юле без приглашений и не копалась в ее вещах, чего самой Юле не скажешь. Как-то раз Елен застукала ее у себя в тот момент, когда та листала толстую тетрадь. Особую тетрадь. Не в клеточку и не в линейку. Просто белые листы, ждущие, когда к ним прикоснется карандаш. Это ты нарисовала, спросила блондинка с таким простодушным любопытством, что у Елен в одну секунду пропало желание замахнуться на сводную сестру кулаком и отругать, как она обычно делала, если Юлька откалывала какую-нибудь глупость. Да, недружелюбно ответила она. В конце концов, с Юлей ругаться бесполезно. Начнешь ее отчитывать, она будет только грустно кивать в ответ, слезу со щеки вытрет, а через час, как ни в чем не бывало, обратиться с просьбой, глядя своими мечтательно смущенными глазками. Лена, помоги мне с домашним заданием, у меня не получается. Ты здорово рисуешь, только очень много крови и всяких ужасов, продолжала Юль. Это комикс? За комикс сразу в лоб. Это называется графический роман. Блондинка закрыла тетрадь и вслух прочла заглавие. Элен, воин нового мира. Это ты про себя? Про кого же еще? Сама все придумала? Не твое дело, рявкнула Элен, которую бесили подобные вопросы. Все, пока, вали из моей комнаты. Элен любила рисовать. Планета Земля, превращенная в испепеленную пустыню, орды оборванных, потерявших человеческий облик бродяг и она, вооруженная огнеметом, словно героиня одного фантастического фильма про чудовище, поселившееся на космическом корабле. Элен нашла бы себе заброшенную башню или даже целый замок и жила бы там одна, совсем одна, без глупых сестер и шумных родителей. Шумными они были по ночам. В первой неделе после свадьбы спать было вообще невозможно. Не иначе, как вторая молодость у людей началась. Затем все немного поутихло, потекли периоды спокойствия, внезапно сменявшиеся передами страсти. Элен радовала одно. Новый папа, крепкий 40-летний предприниматель, большую часть времени пропадал на своем предприятии, а когда бывал дома, занимался только женой, который, очевидно, считал безумно привлекательным. Лишь иногда пытался докапываться до Элен, как учеба, чем интересуешься, что с личной жизнью, но строптивая приемная дочь безжалостно пресекала эти попытки познакомиться поближе. Иногда прикидывалась больной, иногда просто угрюмо молчала. А Стофия просила маму, она очень долго привыкает к новым людям. Она у нас девочка с характером. Так прошел год. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга написана очень динамично. Прочитала с удовольствием, хотя она рассчитана не на мою возрастную группу. Целевая аудитория скорее молодые люди и подростки. Кто тайный посылатель писем, я догадалась в середине книги. Это, конечно, минус для детективного сюжета. А так герои достаточно живые. На мой взгляд, не схематичные. Вообще читать легко и весело. Я практически не читаю современную российскую прозу. Мне не нравится. Обычно эта литература отсеивается сразу, еще на этапе прочтения аннотации. Но здесь меня завлекло именно содержание. Книгу я прочитала быстро и с интересом, но опять убедилась, что эта литература не для меня. Каждую главу читал со смешанными чувствами. Было и смешно, и грустно. История полна иронии и сарказма. В общем, книга стоит прочтения. О многом задумываешься во время прочтения романа и после. Книга Андрея Кузечкина – это увлекательно запутанная история, в которой много тайн и неожиданностей. При этом она написана чрезвычайно непафосно и легко. Читать ее – одно удовольствие, а другое удовольствие – ее перечитывать. Дневник эксперимента. Сегодня я начинаю исследование. Объект – 17-летняя девочка, ученица 11 класса. Свойства объекта – замкнутость, недружелюбие, а порой откровенное хамство. Отношения с одноклассниками натянуты. Такое впечатление, что объект не общается с окружающими, а просто терпит их. У подопытной нет и не было ни одной близкой подруги или друга. Она неохотно сходится с людьми, в особенности противоположного пола, зато на конфликт идет, не задумываясь. Что удивительно, подопытная, скорее всего, не девственница. Связи с парнями, в которые она вступала, носили случайный характер, а затем прекратились совсем. Скорее всего, подопытная просто экспериментировала и пришла к выводу, что ей этого не нужно. Вместо этого она получает удовольствие совсем от других вещей. Ленка. Элен сдрогнула от прикосновения к плечу и вернулась в реальный мир. Быстро захлопнула цитрать, сунув в нее карандаш вместо закладки. Урок алгебры уже окончился, а она не заметила. Следующее занятие – геометрия. Должно было произойти в том же классе, и то хорошо, никуда идти не надо. Чего тебе, Света? – спросила Елена. Первая красавица класса, Светлана Патрикеева, была ей глубоко ненавистна, как и многим другим одноклассницам. Правда, ни одна девчонка в школе не могла упрекнуть Свету в том, что она увела у нее мальчика. Патрикеевой это было совершенно неинтересно. Весь класс знал эту странную историю о том, как 4 года назад к Свете на полном серьезе посватался взрослый мужчина, старинный друг семьи, солидный дядя за 30, сотрудник компании. Родители девочки доходчиво объяснили другу семьи, что сейчас не средние века, и 13 лет не самый подходящий возраст для девочки, чтобы выйти замуж. Тогда дядя, решивший застолбить эту красавицу для себя, стал терпеливо ждать ее совершеннолетия. На праздники присылал открытки с поздравлениями, букеты цветов, а также дорогие подарки. И не только Свете, но и родителям. Частенько приходил в гости, подолго общался со Светой в ее комнате, оставляя дверь открытой. В конце концов, друг семьи добился того, что мама с папой стали разрешать ухажеру подвозить их дочь до школы и обратно, а еще иногда гулять с ней в парке, но не более того. Родители Светы дали своему другу понять, что не против отдать ему дочь, но только после достижения ею в 18 лет. Если же что-то пойдет не так, если женишок окажется слишком нетерпеливым, брак не состоится. Друг семьи в свою очередь заявил что-то типа «наших общих интересов, чтобы Света сохранила чистоту до 18 лет». Мама с папой согласились, и с тех пор никто никогда не видел Светлану Патрикееву рядом с юношей. Впрочем, сверстники ее и не интересовали. Света уже много лет жила предвкушением. «Лена, возьми вот это». И Лена брезгливо открыла розовый конвертик, украшенный нарисованными цветочками, вынула приглашение и вопросительно посмотрела на Свету. «В субботу у меня день рождения, если ты не забыла», объяснила первая красавица. «17 лет, через год мы с Володей поженимся». «В гробу я видела и тебя, и твоего Володю», — в сердцах подумала Лена, еле сдержавшись, чтобы не взорвать розовый конвертик вместе с приглашением и не швырнуть его в лицо одноклассницы. «Будет вечеринка». Володя специально снял на один вечер большую квартиру в центре города. Там везде звукоисоляция, так что можно хоть на ушах ходить. «Чего ж квартиру, а не целый клуб?» «Володя обещал клуб мне на 18-летие», — невинным глазком сообщила Света. «Придешь?» — «Приду», — согласилась Лена, не раздумывая. Она обожала вечеринки. Во-первых, можно как-нибудь из-под тяжка спровоцировать скандал, а потом смотреть, как все ругаются. А во-вторых, на таких сборищах кто-нибудь обязательно уединиться с кем-нибудь в укромном уголке, и это тоже можно запечатлеть. «Подожди, ты же главного не знаешь. Прийти нужно обязательно вдвоем». «С кем?» «С другом, с мальчиком, с любимым, со своей парой. Так Володина стоял. Мы же с ним вдвоем будем, чтобы никому обидно не было. Надо, чтобы все были по парам». «А если мне некого позвать?» «До воскресенья еще три дня. Найдешь кого-нибудь. Хочешь, я помогу?» «Спасибо, я сама как-нибудь». Елена торопливо вышла из класса. Ей захотелось срочно подышать свежим воздухом. «Тоже мне придумала. Вдвоем». Елена мысленно перебрала всех парней, с которыми пыталась встречаться, и вновь поняла. Никому из них она возвращаться не собирается. «Может пойти в обход правила, придуманного женихом не светы, и вместо мальчика привезти подругу?» «Формально постулат не будет нарушен. Прийти с подругой, с сестрой, да хоть с мамой, все равно вдвоем». Но тут еще одна проблема. У Елены не было ни одной близкой подруги. Задумчивым и угрюмым взглядом сканировала она пространство перед гимназией и вдруг задержалась на кучке десятиклассниц, репетировавших на свежем воздухе. Среди них была глупенькая Юля в глупеньком розовом платьице. Она двигалась под музыку, сосредоточенно улыбаясь и не попадая в такт. «Смех смехом, а позвать больше некого». Елен с досадой закрыла глаза. «Здравствуй, Света. Ой, здравствуй, Леночка. А где же твой мальчик? Я сегодня без мальчика. Вот это моя сестра Юля. Ну и хорошо, садитесь за стол». И вот начинается застолье. Вот кто-то уже целуется, кто-то норовит незаметно выйти в соседнюю комнату, а Елен сидит рядом со сводной сестрой и щебечет о разных глупостях. Одну из двух решила Елен. Либо собираю с духом и беру с собой Вову, либо вообще не иду на эту уродскую вечеринку. Нет, надо. Старшеклассница по прозвищу Элен. Одна из тех, кого называют трудным подростком. Она ненавидит окружающих, не хочет и не может найти общий язык со сверстниками и с учителями, отвечая так. «Я другая». Полностью она раскрывается только в своих рисунках, ненавидит целый мир и не терпит занудных родителей. Ей кажутся скучными ее сверстники, их глупости и дурацкие любови. Однажды под влиянием сводной сестры Елен становится преступницей, занявшись шантажом. Сможет ли наша героиня вырваться из этого мира, вернуться к обычной жизни, оставив все плохое позади? Об этом вы сможете узнать, лишь прочитав книгу, которую найдете в центре чтения Дворца книги. А вы читали книги Андрея Кузечкина? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok